Думаю, про MMORPG слышали многие, это очень развитый жанр. Мне кажется, даже те, кто особо не увлекаются компьютерными играми, прекрасно о нём наслышаны. Однако вот об MMORTS, онлайновой стратегии в реальном времени, слышали, наверное, уже немногие. Честно говоря, я и сам не слышал, и не подозревал, что такое существует, пока со мной не связались из компании Snowforged Entertainment, и не попросили сделать обзор на их игру, высказать, так сказать, своё мнение на её счёт. Как выяснилось, никакой ошибки нет. Starfall Online действительно та, за кого себя выдаёт. Стратегия в реальном времени на рельсах онлайна. И поиграв несколько дней, могу сказать, что хоть поначалу она и выглядит с непривычки немного несуразно, но впоследствии очень даже увлекает, так как имеет в своей механике множество продуманных мелочей. Итак, вот что из себя представляет игра. Мы создаём персонажа, ну то есть выбираем имя и аватарку, а также фракцию. Фракции в игре 3. Авангард, этакие классические имперцы, отверженные, рогатые космические шаманы с бугнами, фактически. И затмение, разросшаяся мега-корпорация, давящая на высокие технологии. В зависимости от фракции, старт происходит в разных точках. Также у нас будут разные типы кораблей и разные бонусы. Вот, например, Авангард. Он выигрывает за счёт структурной эргономики, за счёт чего корабли крепкие, хоть и неповоротливые. Затмение особо в структуре не умеют, зато высокие технологии дают им более крепкие щиты. А отверженные... А что отверженные? Отверженные, за которых я играл, это космические цыгане, которые делают корабли из всякой рухляди, и выглядят они не всегда красиво. Зато они более манёвренные, а главное восстанавливаются вне боя, это бонус фракции. К слову, имя я себе выбрал под стать. Бамбук. Чумы нет. Хорошее дерево. И ничего ухмыляться, вы просто не видели другие имена и название планеты систем. Об этом чуть позже. Ну и вот, заходим мы, значит, в игру, и тут же сталкиваемся с минусом, с серьёзным минусом, с тишиной. Я сначала подумал, что у меня система сбоит, но нет, всё в порядке. Оказалось, что по умолчанию в игре ползунок музыки выкручен на ноль, а сами звуки окружения отсутствуют, в принципе, как класс. И это просто гигантское упущение, я считаю. То есть я понимаю, что в космосе как бы звуки не должны быть, это же космос. Но кому не плевать, все же прекрасно понимают, что это условности, создающие атмосферу. Это игра, а не про реализм. Или стоило хотя бы добавить какой-нибудь подходящий под атмосферу исследование космоса амбиент. Нет. Вместо этого у нас музыка. Да, музыка в игре отвратительна. Возможно, она неплоха сама по себе, но она совершенно не подходит атмосфере игры, она её портит. Она пытается казаться какой-то эпической, даже в спокойные моменты, которые вне боя. И даже в эти моменты нам чуть ли не марш трубят. Да и в целом, задается впечатление, что саундтрек писали не для космической стратегии, а для какой-нибудь аркадной стрелялки на Денде. Так что я понимаю, почему она по умолчанию была отключена. Я её тоже в итоге отключил, слушать это невозможно. Ну а так как в игре присутствуют только звуки интерфейса, играть в полной тишине ничем не лучше, чем под такую музыку. Поэтому я поставил своё. Именно её вы в ролике, скорее всего, и услышите. Всё-таки звук и музыка создают львиную долю атмосферы, а тут наоборот, она скорее музыкой убивается, превращается из интересной космостратегии в какую-то, не знаю, детскую браузерную игрушку. Да, тут я бы сказал провал. К счастью, он один из немногих. Я сюда в конце концов не ради музыки шёл. Ну, продолжим. При входе в игру мы можем пройти обучение, о нём я скажу тоже чуть позже, так как это, ну, второй провал и не хочется чередовать минус с минусом. Лучше расскажу про достоинства игры, которых тут навалом на самом-то деле. Итак, мы получаем халявный флот, который станет нашим первым инструментом к успеху. Тут систему можно сравнить с героями меча и магии, когда по глобальной карте летает один крейсер, символизирующий собой флот. Можно также ещё вспомнить момент полётов из Mass Effect 2 и 3, только там Нормандия это просто Нормандия, а тут, если мы войдём в бой, как в тех же героях, загрузится карта боя, и мы будем управлять уже конкретно каждым кораблём из тех, что взяли с собой. Пока же у нас их всего два, но никто не мешает докупить ещё. Чем выше мы растём в уровне, а да, разумеется, тут есть уровни, как и положено ММО, тем более крупные построения нам открываются. Например, на первых парах мы можем взять с собой максимум три крейсера. На седьмом уровне можем уже добавить к ним корабль сопровождения, на пятнадцатом линкор и так далее. Плюсы очевидны, чем больше кораблей, тем больше суммарная огневая мощь. Минусы тоже очевидны, чем больше посудин летает, тем сложнее за всеми следить. А следить придётся, потому что жанр стратегии в реальном времени себя оправдывает в полной мере. Бои тут очень интересные, как ни странно. Для начала мы входим в квадрат по координатам. Мы можем выбрать точку входа по одной плоскости, в случае, если на нас не напали, конечно. В принципе, можно сразу стартануть снова на глобальную карту. Правда, сразу всё-таки не получится, ибо варп двигателям нужно 30 секунд на перезарядку. Но в случае абордажа всегда можно влизнуть. Тут корабли управляются, как в классической стратегии, водятся по небольшой карте через препятствия, скажем так. Любой корабль имеет показатели структуры. Это целостность корпуса, брони, щитов и трюма. Каждый тип корабля несёт на себе вооружение согласно своей структуре. То есть, если у крейсера есть лишь бортовые орудия по бокам, то у него будет честная слепая зона спереди и сзади. И этим надо пользоваться обязательно. Первые бои будут лёгкими, и вся тактика будет сводиться к закликиванию и ожиданию, когда же ваши корабли размажут по звезде вражеские корабли. Но очень скоро всё изменится. Скажу сразу, если решите играть, не повторяйте моих ошибок. Уровень здесь имеет значение, но лишь формальное. Решающее значение здесь имеет оборудование и хитрость, конечно же. Столкнуться лоб в лоб с превосходящими силами врага – обычное дело. Я бы даже сказал, обыденное. И тут начинается. Первым ударом на себя принимают щиты, понятное дело. Щиты тут по всем четырём сторонам корабля. То есть, если, к примеру, пробит передний щит, можно развернуться, даже так, нужно развернуться боком или задницей к врагу. Там щиты ещё целы. Если щит пробит, удар принимает броня. Если пробита броня, вот тут уже держись. Корабли повреждаются согласно структуре. То есть, если у тебя двигатель сзади, и как раз позаду ты получил только что хороший плазменный пинок, то всё. Двигатели могут чихнуть и приказать долго жить. А это, скорее всего, смерть для корабля. Не факт, конечно, но, скорее всего. Точно так же можно накрыть и все остальные системы. Оружейные, энергетические. Порой всё проходит так быстро, что ты даже не успеваешь нажать на кнопку самоуничтожения, которая иногда полезна, особенно если стоит модуль мощного взрыва. Дело в том, что при смерти ты теряешь лишь то, что было в трюме. А корабль просто отправляется на починку. Она занимает тем больше времени, чем круче корабль. Крейсеры чинятся за минуту, линкор уже минут 7 или 10. Хотя можно ускорить починку за мнутые игровые бабки. А потом можно прямо в пути вновь призвать на полированные корабли и рвануть в бой. Можно даже успеть подобрать содержимое своих трюмов. Вообще самоуничтожение здесь не постыдно. На этом можно целые тактики строить. Корчить из себя Гастелло тут обычное дело. Если видишь мелкие истребители, тебе быстрее будет их просто протаранить своим крейсером, чем бомбить из орудийных башен. Только учти, что твой корабль от этого тоже здоровее не станет. Система столкновений тут честная. И это очень интересный момент, учитывая, что и система полета тут тоже честная. Корабль не может моментально развернуться или рвануть с места. Ускорение набирается постепенно. И вот ты столкнулся с ударной группой противника, с истребителями, крейсерами и линкором. Линкор в наглую прет на таран. Ты, как дурак, уводишь корабли, но слишком поздно, потому что надо было предугадать этот финт. Ты же все-таки в стратегию играешь. Корабль уже не успеет отлететь, ему каюк. Противники тоже не дураки и знают наши приемчики. И сами им, кстати, тоже часто пользуются. Часто, кстати, поле боя будет усеяно астероидами, туманностями, ухудшающими видимость. А то и вовсе плазменными аномалиями. И вот тут начинается веселье. Какой же это кайф. Потерять в начале боя все корабли, кроме одного, а потом хитростью развалить флот противника, загнав его в астероидные поля, или заставив столкнуться друг с другом. Да, тут все это возможно. Поэтому я и говорю, хитрость лучшее оружие. Например, скрипт работает так, что если корабль вышел из-за предела поля боя, он стартует в варп и выходит из боя. Однажды мне удалось так выманить туда неповоротливую вражескую посудину, убрав ее с дороги. Я так и представляю, как от резкого поворота команда корабля валится на пол, кто-то падает лицом на приборную доску, носом жмет на кнопку, и дредноут стартует к звездным в неизвестном направлении. Это весело. После этого можно насобирать выпавшие трофеи. Но учтите, трюм не безграничный. Причем у каждого корабля свой собственный трюм. Как правило, валится поврежденная аппаратура. Что с ней делать? Очень просто. Отправить на переработку. За переработку мы получаем не только детали для крафта, но и саму технологию производства этой штуковины. Нужно, например, разобрать несколько ракетных установок сломанных, чтобы научиться делать свои. Хотя можно и не сломанных тоже, но сломанных все-таки выгоднее. Собираем все это рухлить и тащим на основную базу. В принципе, оснащение можно прямо на ходу крафтить и перерабатывать. Но вот применить его можно только на базе. Система крафта интересная, а главное, действительно необходимая. Видимо, это стандартный элемент любой ММО, когда то, что ты крафтишь, как правило, лучше, чем то, что ты покупаешь. Соответственно, крафт в этой игре очень важен. Поэтому стыкуемся и начинаем шаманить. Во-первых, корабли растут в уровнях, так что надо бы их прокачать. Стандартное усиление щитов, корпуса, орудий, дальновойность и другие параметры. Иногда дают спецумения. Также корабль можно покрасить, но краски тут за бабло, извините, в смысле, за реальное. А донати позже. А вот далее уже оснащение. Если что-то накрафтили сами, то можно это оборудовать. Если не хватает знаний или ресурсов для крафта, можно и купить. Правда, на станции продается только голимый ширпотреб. Настоящая крутотень тут не найти. Это надо искать торговцев по галактике или выполнять квесты. Изначально любой корабль, в том числе новокупленный, это просто корпус с двигателями. Пушки и оборудование навешивайте на него уже сами, будь добры. Оснащение здесь опирается на габариты оборудования, уровень доступа и тип. Есть оружейные отсеки, есть инженерные. Первые зависят от типа корабля. У одних баллистические, у других энергетические, у третьих ракетные и так далее. Далее просто смотрим, что сколько ячейк занимает. В инженерные отсеки по тому же принципу пихаются броня, щиты и оборудование. Оборудование тут разное. От геолого-разведывательного до боевого вроде бомб, электромагнитных импульсов, генератора аномалий и еще кучи всего. Что-то нужно в бою, что-то в исследованиях. В общем, есть где развернуться. У оборудования есть доступ по рангу. Если вы этого ранга еще не достигли, то и установить его пока что не сможете. Ну как обычно. Ну и так же корабли обладают энергоемкостью, то есть надо, чтобы тебе хватило энергии под все снаряженное барахло. Поэтому приходится порой идти на консенсус, оставить бомбы, но взять пушки помощнее и так далее. Не забудьте потом применить изменения. За переоборудование с вас возьмут символическую плату. Вот всегда у них так. Тут символический, там символический. Деревня-обдиралка какая-то. Денег все меньше и меньше. Ладно, хоть научный ресурс устанавливается со временем. Он нужен для крафта. Ну вот, кто же нам деньги-то отрегенерирует? Придется ли эти зарабатывать? И вот мы на глобальной карте. Перемещаемся между системами при помощи вихрей. Каждую систему сперва лучше исследовать. За это дают немало опыта. Плюс мы находим планеты, шахтерские станции, торговые площадки. Короче, много всяких дельцов, с которыми можно поторговать. Разумеется, прикупить крутое оборудование наконец-то. Ну и взять квесты. Квесты простые. Например, исследовать систему. Эти смело берите. Мало того, что за это и так опыт дают, так еще и дадут дополнительно, как за квест. А возможно, еще и оборудование отвалит. Зависит от контракта. Плюс часто одну и ту же систему просят исследовать в разных местах. Например, систему А могут попросить исследовать в системе Б и С. И опыты сразу отвалят за оба квеста. И кредитов, кстати, тоже. Особенно круто, если ты эту систему уже исследовал. Ты просто берешь квест и тут же его сдаешь на месте. Выгодно. Также есть доставка из точки А в точку Б. Иногда далеко, иногда близко. Есть сканирование планет. Подлетел, подождал 10 секунд и готово. Есть задания на уничтожение определенного флота, станции или вражеской бригады в определенном размере. Вот тут уже сложнее. Придется повоевать и попотеть. Помимо взятых квестов, есть еще и сюжетные. Они просты и выполняются по ходу дела. Сам же журнал квестов неудобный. Вообще неудобный, хотя и достаточно функциональный. Взять сразу можно только 30 заданий, не более. Итак, вот мы и колесим от вихря к вихрю. Надо сказать, что галактика по слухам имеет 12 тысяч объектов. Но нам важнее то, что она разделена на 7 секторов. Альфа, бета, гамма и так далее. Как только мы достигаем нужной уровневой отметки и переходим, например, из альфа в бета, это 15 уровень, старые задания прошлых уровней становятся неактуальны. Опыту теперь за него дают сгульки нос. Зато открывается доступ к новым вихрям, которые также подразделяются на уровни. Также новые уровни приносят нам новые возможности, например, расширение Триума или еще что-то. Но главное это способности. Активные и пассивные, прямо как гей. Знаю, тупая шутка. Например, можно усилить на время радар или ускориться. Способность действует только на глобальной карте, ну и снаряжается тоже только на базе. Ну и разумеется, оборудование более продвинутое тоже становится доступно, как и более продвинутые технологии. Оборудованием нужно обязательно заниматься. На одном уровне долго не протянешь. Нужно постоянно собирать добычу с врагов, перерабатывать ее. Притом, каждый раз пилить на базу дико долго. Автопилот есть, если путь известен, он доведет, как язык до Киева. Однако же это РТС, и на тебя вполне могут напасть в пути. А главное, это действительно очень долго. И сидеть за монитором, следить, это бесит. Поэтому в некоторых системах можно отыскать звездные ворота и такие телепорты. За символическую плату, которая растет с ростом уровня доступа, можно как самому телепортироваться к другим вратам, в том числе и на базу, а с базы так и вовсе бесплатно, если со своей. Так и сбросить груз из трюмов на базу за ту же самую символическую плату. Что ж, игра на самом деле долго разгоняется, но быстро едет. Поначалу все кажется несколько однообразным, но процесс постепенно становится все более интересным. Колесишь по галактике, ищешь технологии, истребляешь пиратов, иногда даже клады находишь в виде нычек в астероидах или кладбище кораблей и созерцаешь полет мысли. Видите ли, система планет тут дохрена, и названий у них по умолчанию нет, зато им можешь дать их ты. Игроки пустились в пляс, обзывая планеты и системы как бог на душу положит. Такие названия планет, как Иран или Сарделька, обычное дело. Я даже встретил систему Мордор с планетами Саурон и Голум. Так что имя Бамбук в этой круговерте особо в глаза-то и не бросалось. Тем более, что как-то со мной рядом летал некто с ником Нарком из СССР. Хотя, не скрою, слышать от ботов пиратов крики «Эй, Бамбук, я тебя вижу, я иду за тобой!» это забавно. Что до живых игроков в чате не тишина, это радует. Он не постоянно забит, нет, но общается довольно часто. Чаты, кстати, фракционные, так что не дают понять, много ли людей сейчас в сети в принципе. Ну и так как это ММО, тут вполне можно и даже нужно искать напарников, сбиваться в кланы, тут они называются домами, типа дома Телуаня, ага, и выстраивать рейды. Есть даже ПВП, правда они начинаются только с гамма уровня. Ну и разумеется, про фарм ресурсов не забыли. Оборудуй разведывательного дрона и лети в метеоритные поля добывать минералы. Прямо как в No Man's Sky. Для ленивых придумали горнодобывающие станции, где все это можно купить дешевле, чем у торговцев. Атмосфера у игры не просто есть, она ярко выраженная. Очень интересно ощущать себя таким адмиралом целого флота, одновременно с этим торговым делецом. Еще был бы амбиент окружения атмосферный и музыка нормальная. А не такая, будто на тебя вот-вот нападут орки с криком «ВАХ!». Вообще было бы шикарно. Ну и конечно же нельзя не сказать про донат. Так как игра бесплатная, разработчикам надо на чем-то зарабатывать, поэтому донат в игре есть. Но, честно говоря, судя по тому, что я видел, он тут настолько неярко выраженный, что даже странно. То есть без доната можно спокойно играть, просто с донатом еще интереснее и удобнее. Это можно сравнить с сезон пассом, например, в игре «Рокет Лига». То есть за, скажем, 300 рублей в месяц ты получаешь дополнительные плюшки с каждым уровнем. Также можно купить более крутые корабли и премиум возможности вроде расширения флота, раскраски для кораблей, ну и так далее. Необходимо ли все это? Судя по тому, что видел я, нет. Можно спокойно обходиться и без этого. Причем не по системе Perfect World, когда ты либо донатишь, либо живешь в игре. Хотя справедливости ради надо заметить, что это не ПВ-проблема, а тех, кто игру крышует, то бишь мейла. Ну да ладно. Тут все чин-чинарем на данный момент. Что, конечно, радует. Я люблю навязчивый донат. Честно говоря, в некоторых сингловых проектах он более навязчивый, чем здесь. Что ж, похвалил, пора и поругать снова. Перейдем к минусам. Недостатки есть у любой игры, понятное дело. Тут они тоже в достатке, эти недостатки. Каламбур сам придумал. Начну сразу с очень серьезного. Наверное, самого серьезного наравне со звуковым сопровождением. Обучение. В тех заданиях Snowforged Entertainment упомянули, что обучение упоминать не нужно. И я догадываюсь, почему. Потому что, наверное, оно, во-первых, скучное. А во-вторых, они, скорее всего, будут его менять, потому что это только альфа-версия игры. И, по крайней мере, я надеюсь на это. Но, тем не менее, я считаю, что обучение нужно упомянуть. Раз уж они спросили, что я думаю про игру, я должен об этом сказать. Обучение тут просто отвратительное, потому что оно не информативное. Я понимаю, тут полно мелочей, которые ты открываешь постепенно сам. Так, собственно говоря, исследования в ММО и проходят. И я понимаю, что игру постоянно дорабатывают. Но, когда ты не понимаешь, как сканировать планеты, не понимаешь, как работают те или иные станции, не понимаешь, что оборудовать корабль можно только на базе, не понимаешь эту систему со сбросом трюма, с поисками нычек и еще кучей всего в игре, ты не понимаешь, когда ты, чтобы понять, как совершить обычные действия, лезешь на YouTube за гайдами, и это, извините, несерьезно. И это не я такой дурак. В гайдах как раз-таки говорится, мол, вы очень часто спрашиваете, как делать то-то или то-то. Все потому, что непонятно ни хрена. Я не знаю, послушают меня разработчики или нет, и учтут ли мое мнение, но обучение нужно переделать кардинально. Тут нужно сделать его подробным и ненавязчивым, можно даже постепенным. Но вот то, что есть, это никуда не годится. Ну а дальше уже по мелочам. Было бы хорошо, например, вращать боевую карту. Я такой функции не нашел. По-моему, есть просто нет. Было бы неплохо убрать отзывы пилотов кораблей. Хотя бы опционально. В принципе, даже лучше опционально. А то они, конечно, озвучены классно, без дураков. Но в миллионный раз слышу фразу «Метель ведет» или «Что говорят шаманы?» Хочется ответить, что «Метель ведет нахер», а шаманы говорят «завалить хлеборезку и не забивать эфир». Далее, во время боя случается так, что остаются мелкие кораблики, разлетевшиеся по карте. Ищи их теперь, свищи. Летай через все эти метеоритные поля, туманности, рискуя сам же себя протаранить и выслушивая про шаманов и метель. Это очень неудобно. Ну и также меня смутило, что пока я пытался понять, как тут вообще играть, смотри, пункт про обучение, я постепенно набрал 15 уровень, так и не войдя во вкус. Как-то больно уж быстро я расту. Впрочем, это, наверное, не недостаток, а так, придирка. Ну и текст нужно доработать, а то часто в описании оборудования встречается предложение, описание в разработке. Но это, понятное дело, вопрос времени. Теперь подвожу итог. На удивление, интересный проект. Раньше, конечно, в такой играть не доводилось, но уж со стратегиями-то я знаком. Игра, за исключением некоторых мелочей, затягивает как атмосферой, так и процессом. Я тут одновременно с ней проходил мега-блокбастер 2019 года Call of Duty, и его я не мог выносить больше трех часов в день, хотел сплеваться в монитор. А в Starfall вот сел и до самой ночи проторчал, и на следующий день тоже, хотя, казалось бы, кто из них блокбастер? Это говорит не только о проблемах колды и моих предпочтениях, но и о Starfall, причем говорит хорошо. Да, конечно, обзор заказан, ну так и колду я тоже делаю для обзора, и прохожу только для обзора, так что все по-честному. Ну и плюс игра бесплатная. Да и вообще нужно учитывать, что игра пока только в альфа-версии, в том смысле, что игру продолжает постоянно рихтовать и полировать, и, надеюсь, она станет еще лучше. Вообще, я рад, что наша индустрия пытается сделать что-то хорошее и качественное. Конечно, ММО это не потолок развития в принципе, но надо же с чего-то начинать. Чтобы делать свои Call of Duty и Mass Effect, надо долго тренироваться на проектах поскромнее, и Starfall очень хорошее для этого начинание. Что ж, если ролик вас интересовал, и вы решили приобщиться к Starfall Online, ссылка в описании. Приятной игры и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok